Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 мая. И несмотря на то, что слышите, птички поют, и солнышко выглянуло, температура очень низкая. Утром встала в 9 утра, было 2 градуса с плюсом. Ночью было минус 2. Поэтому все вот эти вот и томаты в тоннелях, рассада на доращивание, и вот эти для первого урожая, для раннего высажены, все они в плотной укупорке. Я даже на день их вчера не открывала, потому что днем было 2, 3, 4 градуса. Это очень холодно для томатов, нужно обязательно укрытие. И вот в связи с тем, что они у меня упакованы очень давно, 24 апреля я высадила вот, например, вот эти вот тоннели, сегодня 16-е. Это значит, они сидят уже здесь 3 недели. 20 с лишним дней, 21. И вот в связи с этим приходят вопросы. Как же я их там поливаю? Не засохнут ли они там? Что с ними там случается? Ну, я сразу, когда высаживала, я говорила, что они будут месяц закрытые без полива. Месяц, иногда даже полтора месяца. И они будут чувствовать себя прекрасно. Мы сейчас к ним туда внутрь залезем, внедримся. И я вам расскажу, с чем это связано. Я хотя уже 2 раза объясняла, но так как сейчас весна, садоводы активизировались, все оттаяли. И очень много добавляется новых людей. Почему-то они предыдущие материалы не смотрят. Проще, конечно, просто задать вопрос, а как вы их поливаете? Они что, у вас там не засыхают? Хотя все это я уже 2 раза рассказывала. Не полюнюсь, расскажу еще один раз для вновь прибывших. Или кто, может быть, пропустил этот видеоролик. В этом и преимущество вот этого метода выращивания рассады. Ну, не только рассады. Я могла сюда высадить свои, например, томаты. Они также сидели бы месяц без полива, как вот эти вот. Тоже будут сидеть долго без полива. В этом и преимущество ранней высадки томатов в открытый грунт, в пленочные тоннели. Что не требуется полива. Это, как бы сказать, облегченный метод. Единственное, что нужно с ними сделать, это один раз упорить и построить термостоннель. Сейчас мы туда пройдем, и я вам покажу. Ой, только главное, чтобы камера не запотела. Вот смотрите, по внешнему виду томатов сразу видно. Испытывают они недостаток влаги или не испытывают. По цвету листа, по толщине ствола я сразу вижу, что им всего хватает. Лист зеленый, ствол толстый. Вот, кстати, вот эти капельки воды, про которые я вчера говорила. Почему они здесь сидят целый месяц и ничего не просят? Всего им хватает. Ну, тут объяснение очень простое. Я уже один раз рассказывала, расскажу еще раз. Смотрите, мы привыкли мыслить стандартно. Мы везде слышим или читаем, что томаты нужно поливать раз в неделю. Все, полив раз в неделю, там обильный, редкий, можно раз в 10 дней. Но мы не задумываемся, что и частота полива, и количество воды, которое требуется томатам, оно ведь больше всего зависит от внешних факторов. И раз в неделю требуется полив тем томатам, которые мы высаживаем, например, в теплицу или высаживаем в открытый грунт, где влага как-то испаряется, где что-то вот как улетучивается она, где они проветриваются. И земля волей-неволей, она все равно просыхает и теряет влагу. Здесь-то ситуация у них совсем другая. Здесь они закупорены, и вот этот термостонель, она влага никуда не девается. Она здесь остается, она не испаряется никуда. И еще, так как очень рано были высажены они, 24 апреля, вот только снег стаял, и почти сразу я их высадила, грунт был очень влажный. Он был очень влажный, он до сих пор влажный. Если вот так вот копнуть туда... Сейчас, подождите, мы сейчас копнем. Я вот чуть-чуть вскопнула вот здесь, вот рядом с этой помидоркой. И на расстоянии, на глубине 1 сантиметр, она уже влажная земля. Потому что она не успела просохнуть. Ну это то же самое, как раньше говорили. Сеешь в грязь, будешь князь. Нужно успевать высадить их, когда грунт еще такой очень-очень влажный. И это поможет томатам в течение месяца жить без полива. Я когда в начале говорила, и в прошлом году говорила, что месяц или полтора месяца можно выращивать томаты, целую грядку без полива, многие вообще не верят. Но как это возможно? Они засохнут, они пожелтеют. Но вы сами видите, что немалейшие желтизны, наоборот, стволики утолщаются. Ой, сейчас... Правда, они уже травой заросли. Стволики вот эти утолщаются. Видите, какие они? Они такие коренастенькие. У них уже раз... Сейчас скажу вам. Раз, два, три, четыре, пять. У них уже по пять настоящих листиков. К высадке у них будет семь листьев. И зачаток цветочной кисти. Это будет стандартная рассада, которая будет готова к высадке, взрослая. Она выращивается для тех, кто высаживает у нас после 10 июня сибирский регион. Вот я сейчас залезла в этот тоннель с рассадой. Вот точно такая же ситуация во втором тоннеле, где у меня высажен демидов и Настенька для личного употребления, где они уже разрежены, посажены, где высажены взрослые растения. Они тоже, пока будет холодно, они могут там и неделю, и две недели быть закрытые. Я, конечно, не буду там ползать по тоннелю и их поливать. Полив им не нужен. При ранней высадке в тоннелях под пленочными укрытиями можете не расстраиваться. Томатам хватит той влаги, которая есть в земле. И еще, когда я взрослые высаживала, видели, я поливала прям лунки полностью-полностью, по ведру почти воды выливала, так что она стояла, вода аж не уходила. Я всегда говорю, что при первом поливе вот этот влагозадел, влагозарядка должна быть огромная на всякий случай. Вдруг не придется поливать долго. Вот так и получилось. Сейчас они уже вторую неделю у меня закрытые, закупоренные. Я не расстраиваюсь, я знаю, что им влаги там хватит. Во-первых, земля влажная, полила хорошо. Так что про полив вот эту тему закрыли. Если вы хотите выращивать в тоннеле, в пленочном укрытии, знайте, что вы можете вырастить без полива. Они могут две недели там сидеть, три недели, могут месяц. У меня иногда и полтора месяца сидели без полива. И они не ощущают недостатка влаги, потому что земля обычно в это время влажная. Никуда здесь ничего не испаряется. Все, до свидания. Томаты чувствуют себя прекрасно. Послушайте, как птички поют. Продолжение следует... Продолжение следует...